Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Город полон тайн и звуков линительных, страстных. Судьба города, судьба домов, судьба людей сквозь музыку города. Город и камни люблю, грохот его и шумы певучие. Музыкальный маршрут. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Может быть, остановимся? Слушаемся? Большая Ордынка, Марфа Мринская, обитель. Святое место для москвичей. Святое и в то же время поэтическое. Игорь Горобарь назвал ее вдохновенным сонетом, сложенным ее автором, зодчим Алексеем Щусевым. Алексей Щусев строил много храмов, и много храмов, обителей построил он уже к этому времени. Да, более 30 проектов принадлежит ему в области церковного зодчества. Но Марфа Мринская, обитель, стоит особняком. Почему? Потому что много связано с этой обителью регент, тайн, желаний и событий удивительных. Кто такая Елизавета Федоровна? Почему она решила построить обитель? В честь кого? Для этого давайте напомним, что Елизавета Федоровна – это вдова великого князя Сергея Александровича Романова, убитого террористом Каляевым в 1905 году в Кремле. Возле Успенского собора. Возле Успенского собора, что очень символично, трагически символично, поскольку именно в Кремле началось царство Неромановых. И вот такое жуткое предзнаменование 1905 года. Почему его убили? Почему решили убить? Это была месть за кровавое воскресенье. Все мы помним 1905 год. Люди идут с хоруговыми, с добрыми намерениями к царю. И чем это заканчивается? Море крови. И вот террористы приговорили членов царской семьи к смерти и привели свой приговор в исполнение. И одним из тех, кто первым пал в этой гражданской войне и стал великий князь Сергей Александрович Романов, дядя Николая II. Странно, что они выбрали его. Москва не любила, он же был градоначальником. Ну, к тому времени он уже перестал быть московским генерал-губернатором. Но имя его слишком тесно было связано со всем негативом, что приписывали Дому Романовых. И кровавое воскресенье. А до этого Ходынка. Ведь Ходынка случилась именно в эпоху... В день коронации. Да, в день коронации. И в ту самую эпоху, когда Москвой управлял великий князь. И за это ему досталось. Странная история с Ходынкой. Казалось бы, зачем нужно было устраивать пиршество после такой кровавой истории, которой, конечно, генерал-губернатор помог свершиться. Неправильно было организовано народное гуляние. Странно, что никому, и самому Сергею Александровичу, и Николаю II, новоявленному императору, не пришло в голову, что надо, если уж не объявлять траур, то, по крайней мере, не устраивать... Бал. Бал. Прием грандиозный. В этот же день. В этот же день в Кремле, когда был создан весь дипломатический корпус, московские чиновники. Ну, а то, что осталось недопитым, недоеденным, все это отослали в больницы, где находились чудом выжившие участники вот этого вот празденства несостоявшегося. Дело в том, что Ходынка на протяжении очень многих лет была местом народных гуляний. По случаю всенародных торжеств, и в том числе по случаю коронации каждого российского императора. Это было еще и при Екатерине, и при Елизавете. И вот так из поколения в поколение передавалась эта даже не легенда, а история о том, что вот как замечательно начинается царствование. Весело, пышно, ярко. И люди приходили туда семьями. Раздавали угощения. Конечно, празднично одетые. И ждали, ждали, что... Бесплатного угощения. Прольется манна небесная. Так получилось и в этот раз. И в этот раз закончилось все трагично. Почему? Слишком большое количество народу захотело получить эти бесплатные подарки, эти кульки с конфетами. Но московский генерал-губернатор должен был заранее предусмотреть все возможные последствия вот этой давки, этого столпотворения. Кончилось все ужасно. Но вот Сергей Александрович Романов с тех пор... Нелюбим. Нелюбим. И получил он прозвище среди московичей князь Ходынский. Саш, удивительная еще одна вещь, случившаяся в этот же день, день коронации. Во время венчания на трон у Николая погасла свеча. Он сразу услышал за спиной дурное предзнаменование. Ну, конечно, суеверие здесь тоже играет, в общем-то, большую роль. Перенесемся в 17-й год. Вот Елизавета Федоровна, о которой мы говорим, уже будучи матушкой Марфо-Мариинской обители на Ордынке, ее называли Великой Матушкой, как-то услышал от близкого ей отца Митрофана Сребрянского о том, что видел он сон, пожар, кровь, все горит. И портрет ее сестры, Александры Федоровны, императрицы в траурной рамке. Он сказал об этом Елизавете Федоровне, поделился своими мрачными мыслями, к чему бы это. И она сказала, я знаю, к чему. В ближайшее время наступят такие события, от которых вся наша Россия буквально изойдет кровью. Вот что сказала Елизавета Федоровна, и оказалось право. Прошло несколько месяцев, и кровавое море захлестнуло Российскую империю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Музыкальный маршрут Дома и улицы хранят память о мгновениях жизни, счастья, страсти. Прислушаемся и посмотрим на наш город через призму поэзии, через призму музыки и призму любви. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Саша, ну вернемся в тоже нерадостные для Елизаветы Федоровны дни. Она родная сестра Александры Федоровны. Но в отличие от Александры Федоровны, она говорила совершенно без акцента по-русски, была истинно православным человеком. Из протестантской религии сознательно, вдохновенно перешла в православие, потому что считала, что православная религия, православие – это очень душевно и красиво, как она говорила. Она сказала, что только в России смогла, во-первых, поверить в Бога и прийти к гармонии. Странно, правда, слышите? Ведь это на русский манер она, Елизавета Федоровна. А на самом деле до замужества ее титул звучал как «Принцесса Елизавета Александра Луиза Алиса Гессендармштадтская». Вот как сложно. И действительно, как близко приняла она Россию и православие. И на себя, можно сказать, возложила некий обет. Обет нести не то чтобы ответственность, обет мученичества, вот так бы я сказал. И немногие знают, кстати говоря, что в Лондоне на фасаде Вестминстерского аббатства есть 10 фигур мучеников XX века. Там, в частности, Мартин Лютер Кинг. И представьте себе, лишь один человек представляет Россию, это Елизавета Федоровна. Вот мученичество. Ну, приняла мученическую кончину, мученическую жизнь и мученическую, в общем, замужество. Потому что, конечно, брак с великим князем был, как она сама говорила, довольно тяжелым. Он был человек нетрадиционный, мы бы сейчас сказали. Нестандартный. Нестандартный, очень загульный, любивший кутежи, балы, развлечения, празднества. А она человек был скромных и строгих потребностей в жизни, строгого поведения. Семьи, в общем, не было, Сэш. Они же практически не были мужем и женой. Не было того единства душевного, физического, нравственного, которое людей соединяет. Каждый жил своей жизнью. Да, конечно, на официальных приемах они были вместе. Так было положено. Какие бы ни были отношения между великим князем и его супругой, великой княгиней. Но, я думаю, этим и заканчивались их отношения. И вот представьте себе, в такой ситуации Елизавета Федоровна находит выход в чем? Она решает вести образ жизни истинной христианки. То есть, это противоположный образ жизни, что касается ее мужа, Сергея Александровича. То есть, совершенно другие исповедует она идеалы, как черные и белые. И на практике Елизавета Федоровна воплощает вот эту идею благотворительности и всепрощения, которые свойственны христианской религии. Многих поразило, что она пришла в камеру Каляеву к убийце своего мужа. Принесла ему Библию. И простила его. И объявила об этом. Она призвала суд простить Каляева, выпустить его из тюрьмы. Саша, там произошла еще одна странная история. Она прибежала на место гибели великого князя и стала искать голову, потому что голову не могла найти. Она стала собирать части его тела. Да, действительно, это было ужасное зрелище, но не было никого более, кроме нее, потому что там были прохожие. Ведь Кремль был как проходной двор тогда. Туда можно было заезжать через Пасские ворота, выезжать через Боровицкие. Гулять. Гулять, да. И там были празднования гуляющие москвичи. Но вот такой скорби никто не изъявил. Наоборот, люди стали подходить с целью взять на память. Вот это вот удивительно. Читая газеты того времени, тех дней, поразительный факт. Кто-то нашел кусок шинели, кто-то кусок ордена. А что стали говорить московские отрасловы, узнав о том, что взрыв был такой силы, что некоторые части тела великого князя нашли аж на крыше сената. И тогда, так сказать, в Москве родилась известнейшая такая поговорка, что великий князь наконец-то раскинул мозгами. Довольно циничный и жесток. Но мы часто говорим о том, что сейчас люди циничны. Но и тогда они были не менее жестокие. И простые. И простые. Буквально через несколько дней в витрине одного из парижских домов, где располагалась крупнейшая редакция, французская газета, чуть ли даже не Монт, я не ошибаюсь, было выставлено колесо от кареты. И было написано, что это колесо от кареты убитого великого князя из Российской империи. И представьте себе, французы толпились у этой витрины. Невозможно было подойти. Вот вам, пожалуйста. Изменились ли люди? У времена он рано, сказал поэт. Саша, еще одна удивительная вещь, когда хоронили великого князя, хоронили его в чудовом монастыре, в монастыре, где был Гришка Отрепьев. Да, это удивительно. И гербоген, и патриарх Гермоген. Но интересно и нет объяснений, почему на отпевание не приехал Николай. Очень странно. Тем более они были не только родственниками, так сказать, как племянника, дяди, но их жены были сестрами. Но, видимо, времена уже были настолько мрачными. Ну вот представьте себе, что великая княгиня, пережив такой удар огромный, как смерть мужа, убийство, да, она все это через себя проносит. Саша, а мне кажется, что воспоминания их есть, что она восприняла эту гибель как суровое наказание, как расплату за страшные грехи и излишества, которые позволял себе Романов и Романовы. И она решила искупить вину семьи. Но самое интересное, что не она грешила. Потому что, когда она приехала со своим супругом в Москву, с генерал-губернатором, она стала образцом христианской морали, скажем так. Обширная благотворительная деятельность, меценатство, Елизаветинское общество знаменитое, приюты, больницы. Она подавала пример всем богатым москвичкам, куда надо тратить деньги. И так надо заботиться о бедных, о сирых, об убогих. Так что она не просто так вот с 905 года вдруг изменилась. Она совершенно не изменилась. Просто, видимо, ее жизнь стала более определенной. И она приняла путь. Она приняла монашество, стала монахиней. Она решила, что кто-то должен заплатить. И выбрала себя. Ведь она продает все свои драгоценности. И на эти свои частные средства решает строить Марфо-Мариинскую обитель. Две великие женщины Марфа и Марии. В честь Марфы евангельской строится эта обитель в знак смирения, всепрощения и помощи самым бедным, обиженным и оскорбленным людям. Тяжело больным. Она думает, что должна быть обязательно больница, странно-приимный дом при обители на Большой Ордынке, школа для девочек. То есть очень большие планы. Очень большие планы. Аптека. Аптека, да. Недаром Василий Розанов, наш знаменитый философ, сказал, что учреждение это великое. Не было подобных примеров в то время в России. Он, правда, сравнивал это с католическими орденами, которые превращали монастыри в странно-приимные дома, больницы, госпитали, учебные заведения. Но в России монастырь в таком виде нечасто исполнял такие функции. Это было соединение абсолютно гражданского поведения с высокими христианскими задачами. На деле воплощались идеи и замыслы. Но тот же Розанов все-таки сказал в итоге, что действительно вполне русское, строжайшее православное и типично народное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот для того, чтобы воплотить свою идею о создании вот такого русского православного народного учреждения, Елизавета Федоровна ищет архитектора. Кто бы это мог быть? Ей советуют. Да, ей советуют самые разные люди, в том числе и Михаил Нестеров, что есть такой архитектор замечательный, который получил известность уже к тому времени как строитель храмов, соборов, церквей. Алексей Викторович Щусев. Но он же был не единственный строитель, строитель культовых зданий. Все-таки что-то должно было произойти. А Елизавета Федоровна видела постройки Щусева, и ей было по сердцу то, как он воспринимает образ русской церкви, что это должно быть за здание. И в итоге она останавливается на его кандидатуре, и все-таки это была огромная честь. Не забудем, это был не случайный заказ, а потому что в России очень приветствовали этот поступок Елизаветы Федоровны. Вот все продать, от всего отказаться, пожертвовать. На богоугодное дело. Да, на богоугодное дело. Всю свою жизнь посвятить созданию Марфа-Мариинской обители. Саша, важно еще то, что Нестеров Михаил был художником Марфа-Мариинской обители, и ему были заказаны росписи. В своих воспоминаниях он говорит о том, что денег заплатили мало, но цель была очень значительная и великая. Не все же можно мерить материально. Есть еще какие-то духовные мерилы. Заплатили ему 40 тысяч рублей, по-моему, за росписи. Он очень подробно пишет об этом, но и рекомендовал Щусева. Но тоже ведь не все гладко у них было с Щусевым. Возникли разногласия. Вот Нестеров рассказывал, что мы не были солидарны с Алексеем Викторовичем в том, каким должен быть интерьер главного храма обители. Щусев прекрасный стилизатор. Он мог работать в любой эпохе и, в общем-то, жить в любое время. И любил соединять. Соединять, да. Сплав самых разных эпох, культур, цивилизаций. Нестеров, напротив, он сказал, что я не хочу быть стилизатором, и чтобы вся роспись была похожа на псковские новгородские церкви. Я не хочу. Ему надо было свое что-то. Это очень важный момент. То есть вот большой художник, он хочет выразить свое видение. В данном случае речь шла о Покровском храме. И он сказал об этом великой княгине. Она с ним согласилась и дала ему полную свободу действия. Но там ведь очень хороший, Саш, был проект. Он был очень красив и очень практичен. Прекрасная больница была спроектирована. Очень удобная для жизни. Прекрасная аптека. Прекрасный собор. Удобный, прочный. И еще невероятной красоты и строгости. Конечно, Щусев исходил, опять же, из необходимости экономии средств. Великая княгиня сказала, что денег все равно не хватит. Все равно мало. Поэтому, пожалуйста, вот этот участок, который куплен мной на Большой Ордынке, используйте его максимально. Если можно не сносить какие-то старые флегеля от бывшей дворянской усадьбы, оставьте их. И он оставил. Он оставил, он сделал там сопутствующие. Здания. То есть та же самая амбулатория, аптека. Интересно, что в этой аптеке бесплатно раздавались бедным людям лекарства. В этой амбулатории бесплатно делались анализы. Если нужно было кого-то устроить в больницу, сестры Марфа Мариинской обители помогали людям устроиться, но и лечили у себя, там работали хорошие врачи. Нестеров вспоминает, что когда строили и была закладка Покровского храма 22 мая 1908 года, было много приглашенных, и мы с Ащусевым ходили праздничные, это был успех и полное одобрение. Причем одобрение не только москвичей и членов царской семьи, но даже в Вене, там в то время проходила биеннале, заметили работу Ащусева. И это также его радовало и, в общем-то, восторгало. Он не скрывал восторга, что из-за границы пришла весточка, что щусевские произведения там привлекли внимание. Саша, он очень быстро строил храм и думали вообще к осени все закончить. Щусев на строительных работах нечасто присутствовал, но все время присылал эскизы. И эскизы-то были какие? Да, и все было выполнено собственноручно. То есть без линейки рукой. Без линейки. То есть, вы понимаете, это и есть живое искусство. Это рука мастера. А как говорили, что это были просто самостоятельные работы. Каждый эскиз – это было художественное произведение, это была картина, нарисованная Щусевым. Удивительно другое, что подмечали участники строительства и те, кто наблюдал за ним. Щусев из Петербурга лучше постигал суть происходящего на стройке, чем иные прорабы. Как все чувствовал. Он держал в голове все цвета, орнаменты. Пропорции. Гармония – это как и что должно быть. И ни разу он не ошибся. Ну, как он говорил всегда о том, когда его спрашивали, как вы работаете, он говорил, что каждая моя идея, каждая мысль – это инструмент, который звучит по-своему в моей голове. И когда я сочиняю эскиз, я слышу, как каждая моя линия играет свою мелодию. Да, вот представьте себе, что он творил подобно композитору. Большому композитору, который сочиняет музыку. Ему не нужно было видеть, что происходит на строительной площадке. Он блестяще писал партитуру, не присутствие на ней, партитуру будущего здания, храма. Вот такой был замечательный архитектор Алексей Викторович Щусев. И, конечно, его сотрудничество с Нестеровым и позволило создать это удивительное произведение искусства, в том числе и потому, что Щусев не стал настаивать на том, чтобы Нестеров стилизовал свою живопись под псковскую архитектуру. Это Нестеров оценил. Ну да, это была свобода творчества. Они договорились, что каждый играет свою мелодию. И в результате получилась такая симфония. И Нестеров сказал, что обитель Марфы Мариинской, в частности, храм Покрова Богородицы, главный храм обители, это лучшее, что создано в церковной архитектуре на настоящий момент. Ну, то есть на первое десятилетие XX века. А Нестеров был очень строгий критик. И частенько прикладывал Щусева по тому или иному поводу. Но здесь он преклонил перед ним колени. Ну, что говорить, Марфа Мариинская, обитель, стала известна далеко за пределами Москвы. По всей России ее слава пошла. И надо сказать, что и слава Щусева, и Нестерова, а также и Корин, и Коненкова. Кстати, Корин там работал с братом, знаменитые иконописцы. У Корина и Щусева, кстати, было одно общее увлечение. Они собирали иконы всю свою жизнь. Ныне в Москве есть музей-мастерская Корина. Можно прийти и посмотреть. Или песнопение. Да, песнопение. И что интересно, когда Щусев умер, то Корин часть его коллекции выкупил. Такой момент интересный. Не то, чтобы они соревновались, но они были все-таки людьми, во-первых, верующими, а Корин он вообще потомственный иконописец. Так что, конечно, когда мы говорим о Марфа Мариинской обители, то здесь, по крайней мере, есть две важнейшие темы. То есть это смысл, который вложил в эту постройку Эльзата Федорова. Милосердие и доброта. Милосердие. А вторая важнейшая тема – произведение искусства, которое представляет из себя Марфа Мариинская обитель на Большой Ордынке. Ну, и нельзя забыть о музыке, потому что хор Марфа Мариинской обители славился, и приходили послушать монахинь монастыря, как они пели, а Николай Голованов, известный дирижер, просто начинал певчим в хоре Марфа Мариинской обители, и очень его поощряли. И потом много написал произведений духовного характера, посвященных и вдохновленных памятью о детстве, проведенном в Марфа Мариинской обители. Кстати говоря, вот мы как-то бродили по Брюсову переулку, у дома, где жил Николай Семенович Голованов. Так вот, когда наступил такой период, что артисты Большого театра, люди со средствами, захотели иметь недалеко от места своей работы, то есть Большого театра, собственный дом, то стали искать, кого бы послать к Щусеву. И вот Николай Голованов пришел к нему. Они, конечно, встретились как добрые друзья, потому что Щусев запомнил Голованова. Это был удивительный голос у этого молодого человека. Им приходили наслаждаться меломаны московские. И Щусев, вспомнив о голосе Голованова, быстро согласился взяться за проект Дома артиста Большого театра. И сделал. Да, и сделал замечательный проект, и создал удивительное здание. Ну а Марфа Мариинская обитель, это действительно сегодня оазис в центре Москвы. Судьба Елизаветы Федоровны сложилась трагически. Ей предложили уехать, она отказалась. Да, и это не похоже на ее родственников, я имею в виду членов семьи Романовых, потому что мы знаем, что мать Николая Второго смогла выехать. Инцеза Датская. Да, его сестры, которые, кстати говоря, дожили до преклонных лет, чуть ли не до полета Юрия Гагарина, что говорит о том, что сам Николай, если бы, конечно, в России не случилось этих трагических событий, мог бы долго править Россией. Крептичен. Но сослагательное наклонение, это плохой помощник. И вот представьте себе, она чуть ли не единственная, кто принял решение остаться на произвол судьбы, фактически. Она понимала, что ее ждет. Ее сбросили в шахту. Под Алапаевском, да. И говорят, что она стойко, мужественно и смиренно приняла смерть. Смерть была мучительной и долгой. И когда люди проходили мимо этого рва, мимо этой шахты ужасной, они слышали нежный голос Елизаветы Федоровны, которая пела псалмы. Вот ее смиренность, она поразила ее убийц. Потому что она настолько спокойно приняла свою участь, они были поражены, но даже это их не разжалобило. То есть такая ненависть была к ней, злоба, жестокость, что даже понимая, что она умирает на дне этой шахты, они все равно не сделали ничего. То есть это их не тронуло совершенно. Чтобы как-то сделать легче этот путь. Да, это как раз нас возвращает к той самой мысли, с чего вдруг она решила основать Марфа Мариинскую обитель. Наверное, она прекрасно понимала, что происходит в обществе, и к чему вообще ведет это правление Романовых. По сути, она взяла на себя ответственность. И всю вину она взяла на себя. Это, конечно, великий поступок. Их недаром ее называли Великая Матушка. И искупила, как ей казалось, этот страшный путь. Во всяком случае, попыталась. Но до сих пор, если мы зайдем в Марфа Мариинскую обитель, у нас будет чувство какого-то спокойствия, нежности, тишины среди шума города, звуков безумных города. Попадаешь в странный мир, где, кажется, все наполнено добром, нежностью, смирением и прощением. Это и есть настоящая память обосновательнице Марфа Мариинской обители великой княгини Елизавете Федоровне. Город полон тайн и звуков, ленительных, страстных. Судьба города, судьба домов, судьба людей сквозь музыку города. И за поворотом нас ждет новая история, новая судьба, новая мелодия. По улицам города прогуливались Ирина Кленская и Александр Васькин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовом коммуникации.